Вот это на данный момент и все. Больше я ничем свою кожу не утяжеляю. А мне пришел парфюм. Чуть позже в этом влоге я вам, конечно же, покажу. Я все узнала. Получается, что получается. Всем привет, девчонки! Доброе утро! Как вы можете видеть, у меня прям утро-утро. Я сейчас буду завтракать. Помню вашу просьбу по поводу косметики и моего ухода за лицом. Именно поэтому я сейчас к вам вот в таком виде показываюсь, буквально выйдя из душа. На самом деле, девочки, я же сейчас вообще практически, практически ничем не пользуюсь. Но я покажу свои средства, которые я использую все-таки, да? Потому что попросили. Но с учетом того, что у меня аллергия сейчас, я крайне мало использую каких-либо средств. Ну, конечно, они есть, не без того, и уходовые, и декоративные. Поэтому сейчас я вам все покажу. На данный момент, что я проснулась, позанималась йогой, все по плану. Я стараюсь вернуться в свой обычный ритм. Я хочу заниматься, как занималась раньше. Сейчас я позавтракаю. Покажу вам свой завтрак, кстати. Попью вместо кофейку цикорий. Слушайте, еще такая прикольная штука. В предыдущем видео я вам показывала, что купила, значит, кукурузу для того, чтобы делать кашу по рецепту, который мне кто-то из подписчиц рекомендовал. Но ведь действительно, там, наверное, имелась в виду кукурузная каша, а не кукуруза консервированная. Я просто неправильно поняла, наверное. Так, ну что, денечек у нас замечательный. Несмотря на то, что похолодало, но у нас солнечно. Ну, давайте покажу вам завтрак. Пожелаю вам приятного аппетита, если вы будете кушать. И дальше уже продолжим о косметике и всяких таких штучках. Вот он мой завтрак, меня дожидается. Здесь заряжается мой фитнес-браслет. Что-то я его сняла, и два дня он лежит, не работает. Там мои шапочки постиранные. Ну, здесь прям вот рабочая зона, процесс, как вы можете видеть. Там штатив, ноутбук и все это. В общем, к завтраку вот таким вот образом выглядит мой завтрак. У меня гречка с мясом и, собственно, мой цикорий. А, кстати, девочки, вы спрашивали меня еще по поводу зайчика для зубочисток, которого мне дарила подписчица. Девочки, конечно же, я забрала его с собой. Этот зайчик, он у меня в коробках с посудой. Единственное, что я его не брала сюда, потому что я решила, ну, во-первых, прям вот все такие мелочи сюда не тащить. А, во-вторых, это проблематично найти. Если вы когда-нибудь переезжали, то я думаю, вы меня поймете, когда у тебя много вещей, и это все по коробкам, что-то тяжелое, что-то легкое, и это все как-то стоит где-то сложено. Это прям очень тяжело. Когда ты складываешь, кажется, что ты все, ты все запомнишь, где что, каждая мелочь. Ты прям узнаешь сразу по виду коробки. Но нет, проходит буквально немножко времени, и ты уже полностью забываешь, где ты что, в какую коробку складывал. Так что, да, с этим есть сложности. Может быть, я найду зайчика, а может быть, не найду. Ну, в смысле, он цел, он все вообще с ним замечательно, просто он сложен в коробках. Так, ну что, девочки, мне приятного аппетита. Если вы будете кушать, то вам, конечно же, тоже. Я уже сказала, мой уход за лицом, он сейчас минимальный. Вот это, пожалуй, все средства, которые на данный момент я использую именно по уходу, по декоративной косметике. Давайте чуть-чуть позже, сейчас поговорим об уходовой. Итак, смотрите, значит, мицеллярная водичка. Ей я снимаю макияж, как вы понимаете. Вот у меня такая большая, гарнир. Для меня она самая прикольная, мне она нравится больше всего. Дальше есть два средства для умывания. Я их просто чередую, но как бы здесь нет ничего принципиального. Оба они корейские. Это умывалка от Миша, пенка такая, ну или фом с гиалуроновой кислотой, которая не стягивает кожу, то есть мне нравится вот это средство. Дальше тоже корейское, вот такое от PlantBase. Это тоже пенка, тоже некий фом, которым я смываю, соответственно, остатки макияжа и также пользуюсь либо этим, либо этим по утрам. Единственное, что сейчас у меня есть из такого, что можно прям назвать уходовой какой-то косметикой, да, то есть помимо умывания, это вот этот тоник, это новинка, новая линейка, которая во Франции производится от Faberlic. Это их новая, скажем так, коллаборация. Это Био-Си, натуральная косметика, ну то есть здесь очень хорошие составы. Увлажняющий спрей для лица. Так, где тут ингредиенты? Вот, с хлорелой, видите, после водички на втором месте хлорелла. Ну, в общем, мне нравится. Он, знаете, действует на мою кожу очень так хорошо. То есть помимо того, что освежает, напитывает, мне даже не хочется больше ничего наносить, как будто бы даже ни сыворотки, ни крема, ничего больше мне не нужно. Достаточно только вот этого спрея. Я сразу брала себе две штучки. Одну я активно использую, вторую хочу подарить маме. Нужно спросить у нее, хочет она или нет, потому что она не любит всякие такие штуки у меня. Вот, особенно если у них есть какой-то аромат, но здесь нет неприятного аромата, она просто практически ничем не пахнет и классно кожу увлажняет. И что самое главное для меня сейчас, не дает мне никакой аллергической реакции. И следующее, конечно же, что я обязательно использую, это уже у нас средство от Purpaupau. Оно для губ. Но вообще это такой некий, знаете, универсальный бальзам, который, ну вот так вот он просто выдавливается, да, и можно пользоваться. Который можно использовать при царапинах, при каких-то укусах, при шелушении кожи, да даже на кутикулу наносить. Я очень люблю именно эти бальзамы для губ. На самом деле для меня они самые-самые классные. Все мне нравятся от Purpaupau, которые я пользовала, которые я использовала. И этим я продолжаю пользоваться. Могу нанести на губы вечером и утром, после того, как умылась, и, соответственно, перед макияжем. Очень экономичный расход, классное средство, мне нравится. По поводу, где что это купить, если будут какие-то ссылки, которые я смогу вам оставить, то обязательно оставлю их в описании. Вот это на данный момент и все. Больше я ничем свою кожу не утяжеляю. Я сейчас ничего лишнего не использую. Вот как бы и весь уход, девчонки. Не могу сказать, что моя кожа сейчас в каком-то суперидеальном состоянии, как вам видится на видео. Бывали времена и получше, но у меня, я вам скажу так, очень многое в том числе зависит от питания, девочки. Когда я позволяю себе мучное, булки, сладкое, что-то такое, все, сразу кожа моя выдает всю эту историю. Когда я слежу за своим питанием, то очень сильно улучшается и кожа, соответственно, тоже. Вот по уходу пока все. Вы меня спрашивали по поводу того, буду ли я ходить в зал, который оффлайн, по йоге, по групповым занятиям. И, в общем-то, я как раз-таки сегодня приехала, вот сейчас буквально припарковалась, для того, чтобы сходить и уточнить этот момент, узнать, сколько будет стоить абонемент. И, возможно, да, я буду возобновлять эти занятия. Мы с подругой снова. Танюша, если смотришь это видео, то тебе большой привет через экран. И вполне возможно, что мы снова станем посещать это заведение, потому что на самом деле мне бы сейчас и не мешало, знаете, в некоторой степени расслабления, потому что, ну, слишком уж много, знаете, таких событий, которые не очень приятными были. И очень многие моменты еще будут мне прилетать, вот эти все грустинки, плохое настроение и прочее. Поэтому мне хочется сейчас как можно больше кайфуш делать для себя. Мне хочется посещать тот же самый хамам, бассейн и вот эти вот все вещи, которые мне очень нравились. Поэтому, да, сейчас я узнаю и вам, в общем-то, расскажу, что к чему. Буду ходить, не буду, что сколько стоит. Ну, для тех, кому интересно, потому что на самом деле формат заведения, формат посещения вот таких вот групповых занятий, потому что они там разные. Можно заниматься йогой, можно фитбол, гимнастикой, можно тренажерный зал и прочие вещи. Это очень такое интересное место. Мне на самом деле понравилось, хотя тренажеры я не очень люблю, честно скажу, мне не очень это нравится. А вот групповые интересные, мне по кайфу посещать, поэтому все, я побежала, узнаю. И еще я должна забрать свою посылочку. Мне пришел парфюм. Чуть позже в этом влоге я вам, конечно же, покажу. Я заказала один для мамы, один для себя, так что ждите, все покажу совсем скоро. А пока пойду, все разузнаю. Хорошо. Ну что, все, я все узнала. Получается, что получается? Сколько? Четыре, ну грубо говоря, четыре двести со скидкой и продление абонемента, поэтому, поэтому скорее да, чем нет. Добавились еще кое-какие занятия. Есть также релакс-йога, помимо той, которую я любила. Так что да. Ну что, девочки, я уже дома. Забрала я свою посылочку с двумя ароматами, о которых я вам говорила. Я заказала снова на сайте Педе Пари. Мне нравится эта продукция. У меня уже несколько ароматов есть. Это, знаете, улучшенная версия известных ароматов. Скажем так. Это французское производство. И все ароматы, которые у меня есть, они мне более чем нравятся. Знаю, что очень многие девочки также мне писали о том, что ароматы классные. На самом деле очень сильно нравятся. Они прям такие, знаете, очень стойкие. Они из натуральных компонентов. Ну вообще, такие хорошие ароматы, что мне придраться абсолютно не к чему. Все, которые я брала, у меня были идеальны. Идеальны. То есть вот, ну прям очень. Я знаю ароматы, которые я люблю. И это даже, наверное, на самом деле какая-то улучшенная версия. Я бы сказала так. Плюс ко всему доступно широкому количеству людей, что тоже немаловажно. Такие замечательные красавчики. Смотрите, в какой экологичной упаковке. И вообще этот бренд, он, знаете, такой экофрендли. Не тестируется на животных, не вызывает аллергии. И ингредиенты натуральные, что очень-очень радует на самом деле. Я взяла для себя, смотрите, вот такой вот аромат Бакарат Руш 540. Абсолютно замечательный запах. Я обожаю. Он довольно-таки стойкий. Он очень классно раскрывается. У него приятный шлейф. Ну все, что нужно для меня. Он такой и сладенький, и свеженький, и запоминающийся, и достаточно комплиментарный. Ну прям классный аромат. И для мамули я взяла. Тоже вот такой, смотрите, Lady Million. У меня два флакона по 100 мл. Они стеклянные, замечательные флаконы. Маме очень нравится этот аромат. Lady Million покупали его многократно. И я могу сказать, что вот это то, что нужно. Очень мне нравится. Имейте в виду, девочки, что я проверяла на себе. На мне, на самом деле, даже в этот момент обострения у меня аллергии не вызывает. Комплименты получаю стабильно. Никаких нареканий нет. Также тоже мне писали девочки, что не могли определиться с тем, какой аромат выбрать. И звонили, скажем, парфюмерным стилистам. По-другому даже не назовешь. Потому что ребята очень хорошо разбираются. И я имею в виду сотрудникам этого бренда, интернет-магазина Педепари. Ребята помогли подобрать, даже когда человек не мог определиться и не понимал, что ему самому надо. Помогли именно тот аромат подобрать, который подходит человеку. Вот это очень замечательный сервис. Мне на самом деле понравилось, когда я читала этот комментарий. Я люблю, когда сервис хороший. Ну, вы знаете. В общем, вот такие замечательные красавцы появились у меня. А для вас у меня есть хорошая новость. В том плане, что с сегодняшнего дня по 13 число включительно на сайте Педепари будет действовать 20% скидка. Обязательно успевайте попробовать, воспользоваться. В описании к этому видео я оставлю вам все необходимые ссылки, если вы вдруг тоже захотите приобрести для себя классные ароматы, которые, ну, просто потрясающе держатся, замечательно себя ведут в течение дня и ничем не отличаются от наших с вами любимых ароматов, а в чем-то даже их превосходят. При этом их стоимость разительно меньше в сравнении с тем, к чему мы привыкли. А качество не уступает. По крайней мере, могу говорить за себя и за маму. Те ароматы, которыми мы пользуемся, они просто прекрасны. Так что, да, девочки, проходите. Обязательно посмотрите. Возможно, и вы для себя подберете что-то замечательное, как мы. Решила вам напоследок показать то, что сейчас у меня здесь приехала вместе со мной в новую квартиру. Это как раз-таки моя любимая Ля Императрис. Я из всех своих парфюмов взяла только два. Ля Императрис и вот этот аромат от Педе Пари. В данном случае это Пинк Молекула 0909, да? Вот. Это то, что сейчас приехала сюда вместе со мной. Это очень меня действительно пользуется. Так что, девчонки, если вы не хотите потратить целую кучу денег, но при этом получить классный аромат, вы знаете, где их можно найти. На этом я с вами попрощаюсь. Благодарю вас за внимание. Желаю всего только самого-самого прекрасного. До встречи в новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова